Всем добрый день еще раз. Меня зовут Дмитрий Вяческовский. Я работаю в компании Wargaming в отделе Wii Program. Наше отдел занимается разработкой пользовательских интерфейсов в игре World of Tanks. И сегодня я вам расскажу о технологии, в которой мы работаем каждый день. Это технология School Forum. Она позволяет создавать пользовательские интерфейсы в играх. Ну, не только в играх, на самом деле, технологии, которые не интересны к игровому бизнесу, но активно используются именно в нем. Создавать интерфейсы, используя Flash, платформы, продукты для компании Dole. И интегрировать их в игровые приложения, ну и вообще в приложения, которые могут депоиваться на различные платформы. Значит, давайте я вам расскажу, как будет проходить этот плат. То есть сначала я расскажу вообще о том, что такое Skill Form, какие задачи он решает. Расскажу об основных возможностях и постараюсь приводить примеры использования этих возможностей в нашем проекте. Потом немного расскажу про то, как развивался пользовательский интерфейс в нашей игре. То есть не сразу, не с самого начала использовался Skill Form. И как бы это был такой закономерный, короче говоря, шаг на переход использования Skill Form при разработке, потому что продукты действительно стоящие. Подведем итоги, ну и отвечу на какие-то вопросы. Если в процессе моего рассказа у кого-то будут возникать вопросы, не стесняйтесь, руку поднимайте, задавайте, ну потому что мало ли там. Может я что-то где-то начну рассказывать, гублюсь, какие-то дебри, ну то есть короче говоря. Вы можете участвовать в этом процессе и самые активные участники, тоже это как бы такой стимул, получат небольшие подарки от нашей компании. То есть включайтесь в процесс и я думаю, что должно быть интересно. Я постараюсь, короче, чтобы я не затягиваюсь, ни технически детально наклубляться, чтобы никто не заснул, короче, чтобы всем было интересно. В компании я работаю год и как бы свои впечатления от этого года работы я вот в такую формулу вывел, да, то есть мир танков плюс Skill Form и Flash, это очень весело. То есть за весь год не было ни одного таска, который было бы там скучно и неинтересно делать и хорошо то, что я использую свой скилл как Flash-разработчик и результат вижу в игре, который, ну то есть я до перехода в Wargaming не знал вообще, что у Flash есть такой, такой образ применения и тут, ну как бы, учитывая то, как ситуация вокруг Flash развивается, что там Apple банит его на своих устройствах, что HTML5 стеснит его по всем позициям, ну то есть как бы казалось, что все очень плохо и безрадостно, а тут оказалось, что как раз таки у Flash хорошее будущее, у него очень хорошая ниша для использования и как бы вот такая формула у меня родилась и я надеюсь, что после моего доклада кто-нибудь из вас вполне может быть сделает первые шаги на пути достижения результата описанного этой формулы, потому что первая составляющая, она переменная, то есть World of Tanks это наш проект, проекты могут быть для различных платформ, различного уровня и размера, то есть там могут быть и маленькие проекты, огромные проекты, платформы поддерживаются основные, тоже про это расскажу чуть попозже, Ну и перед тем, как переходить вообще к этому всему делу, я бы хотел с вами тоже познакомиться, ну то есть спрашивать кто Flash делает, наверное, смысла нет и все руки поднимут, да? А кто-нибудь со Skillform вообще работал и там что-то слышал про него, видел, скачал, я не знаю, ну то есть какой-то вообще... Игра. Игра, ну да. Ну именно с технологической точки зрения. Дима, почему Дима это не поднимают? Вот, один человек есть, но это человек из нашей компании. Хорошо, Flash, я так понимаю, что все, да, а кто в танке играет? Ну то есть кто-то на танках ездит, но его нету, о, где он играет? Я играл, чуть-чуть. Хорошо, ну представление, по крайней мере, об игре умеется, да, ну хорошо, потому что там в процессе, опять же, я буду привести примеры из игры, да, чтобы я могу использовать какие-то там термины, короче, которые внутри игры существуют, окей, я буду тогда более детально рассказывать, что, что о чем, хорошо, значит Skillform это часть линейки продуктов Autodesk Gameware, ну вообще это линейка продуктов нацелена именно на разработчиков игр, то есть там есть решение для Skillform, для создания пользовательских интерфейсов, есть продукты для работы со светом, с вещением в играх, искусственный интеллект, поведенческие какие-то вещи, персонажи, в общем, там множество решений. Skillform самый, как бы, отвязанный от гейминдустрии продукт, потому что он, ну, не, там, только искусственный интеллект бота, который бегает в арене, кроме как в игре нигде не сможешь использовать, а делать интерфейс, собственно, можно в любом, в бизнес-приложении, где угодно, Skillform, в принципе, можно найти применение. Что из себя представляет Skillform? Он, во-первых, позволяет вести разработку, как я уже говорил, на Flash, то есть используя существующий Skillflash разработчиков, используя известные продукты от Adobe, ну и отработанные процессы взаимодействия художников, дизайнеров и разработчиков, как бы, ведется разработка, все, здесь, ну, я думаю, всем понятно, да, все Flash знают, что такое, тут ничего не меняется, разработка ведется как любого обычного Flash-приложения. Также Skillform берет на себя задачу по интеграции результатов работы Flash-разработчиков в игровой движок, то есть, опять же, как я и говорил, да, есть поддержки основных платформ, разработчиков, в общем, об этом думать не надо, раз написал Flash, все, он уже будет встраиваться в игру, ну, то есть, есть какие-то различные механизмы, об этом тоже мы чуть поговорим. Также, ну, то есть, когда Flash встраивается в игру, Skillform говорит, что Skillform, по сути дела, то же, то есть, одна из таких основополагающих его вещей, это отрисовка графики, двухмерной графики, созданной во Flash, используя ресурсы видеокарты. То есть, это изначально плеер, который писался под отрисовку через ГТУ, ну, в отличие от обычного Flash-плеера. Вот на картиночке здесь приведен пример того, как вообще работает процесс отрисовки, то есть, это купла танка, да, называется, в боевом интерфейсе показывается, как выглядит танк игрока, и каждый спрайт, каждая какая-то область прямоугольная, она разбивается на треугольник. И потом, ну, то есть, вообще, все, вся графика в игре разбивается на треугольник, это называется тиселяция. После этого процесса все эти треугольники можно отрисовывать уже через карточку, как бы, все очень эффективно, быстро, и, ну, в общем, все работает магическим образом. Ну, так, наверное, здесь все. Короче, суть, мы можем делать интерфейсы, используя Flash и устраивать их в приложения различные. Про поддержку платформ. Все остальные платформы, которые представлены на игровом рынке, Xbox, PS3, Wii, PC, Mac и Linux, все это поддерживается, то есть, есть версии библиотеки для каждой из платформ. Также в последних версиях продукты Scaleform добавляют поддержку мобильных платформ, то есть, iOS, Android и, там, такие более, уже, для нас какие-то экзотические вещи, там, Nintendo 3DS, PS Vita. С каждой версией они добавляют что-то новое, добавляют поддержку каких-то фичей платформы, то есть, опять же, если вы разработчик, допустим, под мобильные приложения, то есть смысл посмотреть в сторону Scaleform, потому что, ну, можно добиться очень хороших результатов, и, как бы, один из больших тоже плюсов, вот, ребята, для меня говорили, что, там, надо думать о производительности, о том, куда отрисовывать шрифты. Scaleform это делает за вас. Это middleware solution, который избавляет вас от кучи головной боли, которая возникает при разработке, ну, на поле низком уровне. Интеграция с игровыми движками. Тоже все основные игроки на рынке, со всеми у Scaleform есть, как бы, возможность интеграции с коробками. То есть вы покупаете продукт, который уже, там, буквально небольшим количеством усилий встраивается в любой игровой движок, такой-то, как CryEngine, Unreal Engine. Big World это движок, который используется в нашей игре, это австралийская разработка. В общем, суть этого движка заключается в том, что он, как бы, одновременно и клиентскую часть предоставляет, и серверную. Все расчеты, все идет на стороне сервера. То есть, опять же, вопрос вот о секьюрити, то, что поднимали. У нас в игре чистить вообще невозможно. То есть, любая, там, единственное, что люди делают, это запускают кота, то есть, которые ездят сами, там, вместо игрока что-то пытаются сделать. Но даже за этим мы следим, и такие, как бы, вещи пересекаются. То есть, в игре можно играть только честно, и эта возможность заложена в самый движок. Про другие движки. Значит, Scaleform входит в постав пакетки Unreal Development. То есть, если вы вдруг, там, решите посмотреть, что такое Scaleform, запись платная, это можно сделать, скачав UTK. То есть, там есть Scaleform уже встроенный, и можно посмотреть, как это вообще работает. Точно так же, CryEngine с недавнего времени стал Scaleform включать в свой пакет поставки. То есть, индустрия принимает, как бы, технологию, это очень хорошо. Опять же, вот следующий слайд. Это игры, которые используют Scaleform. Ну, как вы видите, тут вообще все известные тайтлы, все... Ну, короче говоря, за последние несколько лет больше тысячи неровных известных тайтлов использовала Scaleform. И, как бы, очень успешно. Эффект, ну, там, кто видел кризис, масс-эффект, вы представляете, да, о чем идет речь. Как бы, можно добивать все, что ваш дизайнер может себе, там, представить и нарисовать. Вы, как Flash-разработчики, вы знаете, что это можно сделать по Flash, и, как результат, это может появиться в VVE, и это можно увидеть вживую. Еще один момент на предыдущем слайде. Я забыл сказать, что в последних, опять же, версиях очень много работают по интеграции с Unity. То есть, есть логины для создания, опять же, пользовательских интерфейсов в Unity-приложениях, используя Scaleform. То есть, кому-то, может быть, это тоже интересно. Значит, основные возможности. То есть, ну, как я и говорил, самая главная задача Scaleform это отрисовка графики. То есть, отрисовка векторной графики, отрисовка битмап данных. То есть, все, что умеет, собственно, делать Flash Player по отрисовке, то же самое умеет делать Scaleform с небольшими какими-то допущениями для различных платформ, но 95% функционала, оно покрыто практически для всех платформ. То есть, тут, как бы, все работает предсказуемо. И, опять же, один огромный плюс, написал один раз во Flash, и ты получаешь предсказуемый результат на различных платформах. Все работает одинаково и одинаково производительно. Также, вот, опять же, была речь о шрифтах. Scaleform, встроенная система динамических высококачественных шрифтов. То есть, что происходит? При работе с текстом Scaleform берет, ну, если это векторный шрифт, он отрисовывает в нужном размере все глифы этого шрифта в Atlas, и потом использует эти битмапы глифов для вывода текста. В случае, если нам нужно вывести текст в каком-то большом размере, то есть, тут уже подход к битмапам не прокатывает, потому что отрисовывать каждый глиф там огромным битмапом займет слишком много памяти. Тут происходит переключение. То есть, уже берется векторная версия шрифта, она разбивается на треугольнике, то есть, происходит этот процесс тисселяции, и отрисовка шрифта уже идет сразу как векторного через графический ускоритель. То есть, опять же, там и анимация, и анти-алиасинг, все работает очень красиво. Единственное, что тратится больше процессорного времени, но тут такой найден компромисс. И, опять же, у разработчика есть возможность настраивать пороговое значение, после которого происходит это автоматическое переключение. То есть, к дефолту это 48 пикселей. То есть, все, что больше 48 пикселей, размер шрифта, оно будет отрисовываться вверх. При необходимости это значение можно менять. Следующая особенность — это поддержка reach-text в текстовых полях. Ну, то есть, картинки, разные шрифты, разные цвета — запросто. То есть, все, что можно с HTML сделать в браузере, то же самое можно сделать с текстфилдом в skill-форме. И мы этим очень много где пользуемся. То есть, в чате иконки, в tool-типах различное форматирование текста. То есть, у нас это используется очень широко, возможность, и все достаточно просто. Есть поддержка масок различной формы, ну, для создания анимаций каких-то, для урезания, видимо, области каких-то элементов пользовательского интерфейса. То есть, такая возможность есть, но, к сожалению, маски достаточно сильно будут по производительности в skill-форме. Ну, то есть, видимо, это как-то будет дорабатываться, но вообще, как бы, маски такой момент... Мы от них легко отказались, мы перешли на использование заливки растром, и, как бы, добиваемся того же самого эффекта, только с просаживанием производительности. В общем, проблема такая не сильно большая. Но, в общем, заявлена такая функциональность, как бы не упомянуть о ней нельзя. Поддерживаются также различные режимы смешения и фильтры, которые вы все хорошо знаете из Flash, из Photoshop, то есть это Multiply, Add, Abstract, все, короче, поддерживаются виды смешения. И фильтры, такие как Drop Shadow, Blow, тоже основные... То есть, есть какие-то, по-моему, несколько там, каких-то они не поддерживают, но, если честно, мне ни разу даже не приходилось... Ну, не было проблем, потому что наши дизайнеры, видимо, знают о том, что это не поддерживается и не используют. Но, вообще, все основные вещи, которые касаются фильтров и режимов смешения, они все поддерживаются и тоже можно этим хорошо пользоваться, как бы, не меняя свой образ мышления, как Flash-разработчика. Поддерживается также манипуляция псевдо-3D-пространстве, визуальных объектов. То есть, можно создавать такие псевдо-3D-интерфейсы. И, кстати, есть еще один момент, который я забыл сказать, когда говорил про мобильные платформы. Есть поддержка автостереоскопического отображения. То есть, если у девайсов экран, который поддерживает вывод в 3D-режиме, ну, есть какой-то UHSI, какая-то модель, я знаю, да? Да, да. Skillform дает возможность пользоваться этой фичой девайса. То есть, если вы используете 3D-трансформации, то ваш пользовательский интерфейс будет выглядеть объемно на девайсе. Я видел видео на YouTube, очень прикольно. Женщина, которая смотрела, она там вообще просто с ума сходила. Она крутила этот девайс и смотрела, кажется, с различных углов и очень интересно. Вот, то есть, но даже без 3D-экрана можно добиваться такого псевдо-3D-эффекта. То, что я видел, это часто используется в Кризисе, в AAA-тайтлах. У нас в игре это используется очень редко, мало где. В боевом интерфейсе, допустим, маркеры танков, которые находятся на локации, у них есть глубина, они находятся в трехмерном пространстве. Вся остальная графика у нас лисуется плоско. Специфика игры нас не требует, у нас не нужны футуристические интерфейсы. У нас все в металле. Вроня крепкая, танки наши быстрые. Нам не надо в 3D. И, как бы, тоже один из таких хороших моментов, которые, я уверен, все часто используют. То есть, это поддержка scale-line-grid. Все работает точно так же, как работает во флэше. То есть, с растягиванием, с созданием элементов пользовательского интерфейса, которые должны быть резиновыми. Все достаточно просто. И работает так же, как во флэше. Вот, наверное, все по основным ключам. Здесь такая архитектурная схема skill-form. Я не буду про каждый квадратик рассказывать, что нужно про основы. То есть, все, что в серой зоне, это ядро skill-form. Оно, насколько я понимаю, не меняется в зависимости от поставки на какую-то платформу. То есть, это то, что входит во все поставки. Flash on time отвечает за, собственно, исполнение приложения, за анимацию, за отрисовку. Loader занимается, собственно, подгрузкой каких-то ассетов. Ну, то есть, сверх файлов, картинок, звуков, видео и всего остального. Есть виртуальные машины для второго и третьего скрита. То есть, при необходимости можно писать на втором, на третьем. То есть, в нашем случае проект начинал писаться. Ну, то есть, skill-form начали использовать, когда еще не было поддержки экшн скрита третьего. Поэтому очень много написано на втором скрипте. Ну, вот один из таких наших больших, короче говоря, шагов в ближайшее будущее. То есть, мы все будем переводить на третий скрипт. И вообще, то есть, при желании в одном проекте можно совмещать как третий, так и второй скрипт. То есть, это возможно. В общем, на любой уровень владения любым из языков есть смешение, и можно, короче, пользоваться другой необходимостью. В принципе, skill-form поддерживает такую возможность, что во Flash могут храниться только ассеты. То есть, саму логику можно писать вообще в скриптовом языке вашего приложения, вашей игры. В нашем случае это Python. И мы сейчас тоже к этому приходим. То есть, в экшн скрипте можно оставить минимальную логику по обработке кликов, обработке пользовательского интерфейса, ну, или поведение самих контрольчиков. А логику приложения можно свободно писать в скриптовом языке, и из скриптового языка можно получать доступ ко всем объектам Flash. То есть, можно добраться до каждой конкретной кнопки и из скрипта, из скриптона, сделать ее невидимой, допустим. То есть, в принципе, в зависимости, короче говоря, от скилла разработчиков, от импграунда, можно менять стратегию при разработке, и, в общем, все достаточно гипко и хорошо. IME, это input method editor, это набор виджетов, который позволяет реализовать проблему ввода азиатских символов. То есть, понимаете, в китайском языке, в японском иероглифов намного больше, чем кнопок на клавиатуре. И беднягам приходится, чтобы набрать измененный иероглиф, латиницей набирать транскрипцию иероглифа, а в азиатских форме строена система, которая при вводе двух-трех символов вываливается в такой suggestion box, в котором уже иероглифами написано то, что вы хотите набрать, что вы набирали транскрипцию. То есть, здесь, в общем, это сразу входит в комплект поставки, думать о том, как локализовать игру для Кореи, для Китая, для какого-то другого рынка. То есть, только организационно, короче, нужно эти вопросы решать. То есть, все уже на уровне программирования и каких-то элементов управления, все уже реализовано своим формам, только бери и пользуйся. Значит, работа с видео реализовывается при помощи CRI-кодека. Это кодек, который позволяет высококачественное видео ужимать очень эффективно, без потери качества. Ну, то есть, получается на выходе небольшого объема видеоролики с хорошим качеством, и, короче, они хорошо проигрываются. То есть, решается вопрос и кодирования видео, и проигрывания его, собственно, уже в самом приложении. Для работы с аудио используется FMO, по-моему, библиотека называется. Ну, как бы тут я много не расскажу, потому что мы в проекте не используем аудио по систему Scaleform, не потому что она плохая, там какие-то есть проблемы, просто потому что наш игровой движок, в нем тоже есть своя звуковая система, так как у нас там много завязано на события какие-то, где там танк взорвался, еще что-то, то, что контролируется самим движком игры, мы, собственно, используем звуковую систему игры для того, чтобы озвучивать интерфейс. Ну, как бы работает тоже нормально, и все, кто устраивает, поэтому аудио по систему Scaleform мы используем. Ну, то есть, про основные моменты в Core я рассказал. Kids — это набор референс-проектов, в которых можно посмотреть, как реализовать те или иные сценарии при разработке игр. То есть есть, ну, я, собственно, про эти типы расскажу чуть попозже. У меня их тут четыре на слайде еще. Вот недавно появился еще пятый, это для мобильных платформ, то есть там игра, которая полностью сделана на Flash и интерфейс, и сама игра, и, собственно, она скомпилирована под iOS и под Android, все работает шикарно, как бы, и это входит в пакет поставки для мобильных платформ. Ну, и есть, как бы, какие-то прослойки, которые позволяют, собственно, всему этому хозяйству работать, используя различные методы рендеринга под различные платформы. Ну, как происходит, собственно, сам процесс разработки? Тут по максимальному используется весь этот workflow, который существует при работе с продуктами компании Adobe, то есть художники, аудио-специалисты и видеопродюсеры могут использовать хорошо им известные тулы от Adobe, отдавать результат разработчику. Собственно, задача разработчика это все импортировать во Flash IDE, написать какую-то логику интерактивности, добавить анимации, сделать свою работу, собственно. И дальше Skillform предлагает это все через специальные инструменты экспорта, инкодинга пропускать и отдавать уже на интеграцию в игру в каком-то специфическом формате. Ну, и все. После того, как это все проинтегрилось, можно, собственно, сразу видеть результат своей работы в игре. Все очень хорошо. Основной плюс в том, что процесс литеративный, итерации короткие. То есть, в худшем случае, для того, чтобы после того, как художник нарисовал какой-то скетч, чтобы его увидеть в игре, он проходит там несколько дней. В лучшем случае, буквально в течение часа. Брат? Вопрос у нас есть. А вот непосредственно экспорт Skillform формата, он происходит экспорт готового SVF файла, или же экспорт входа и слабо. Сейчас расскажу. Эта картинка, она иллюстрирует тот подход, который предлагает Skillform использовать. Но в нашем случае подход чуть-чуть меняется. То есть, у нас пропадает шаг экспорта, у нас в игру попадает сразу готовая SVF, и в движок игры встроен плеер, который эту SVF, собственно, проигрывает. То есть, мы не используем экспорт, поэтому про него особо рассказать много не могу. То есть, у нас его вообще не используется никак. Но плеер получается ваш? Нет, плеер Skillform. То есть, опять же, есть возможность проигрывать как бы ассеты, которые заэкспорчены их экспорт кулом, и их показывать в игровом движке. А можно встроить плеер, который умеет играть в SVF файл тупо. То есть, ему отдаешь в SVF файл, он его проигрывает уже своими средствами. И как бы так сделано у нас. А время бывает. Плюсы? Да, про плюсы. Значит, мы не тратим время на, собственно, на сам этот текст. Мы работаем по знакомому, опять же, флеш-разработчику пути. То есть, что-то сделал в FLA файле, скомпилировал, положил SVF под клиента, и все. Оно тут же работает сразу же. То есть, изменения сразу видны. Во-вторых, мы таким образом даем возможность своим игрокам создавать моды. То есть, для World of Tanks, наверное, не осталось ни одного вообще элемента интерфейса, на который бы нам написали моды. Это все благодаря тому, что в клиенте лежат SVF, которые кто угодно может взять, декомпильнуть, посмотреть, что там лежит, поменять ассеты, поменять какую-то логику. Ну, как бы, все зависит от того, что человек хочет сделать. А как разработка сама идет? То есть, вся графика лежит в его флаге, ее выридактируют с помощью флеша? Все зависит. То есть, вообще, процесс такой. Художники нам нарисуют макап. Мы макап смотрим, там, начинаем что-то делать. При необходимости мы их запрашиваем. Они там нам могут отдать какие-то порезанные уже... По большей части, да. Да. Какие-то ассеты мы кладем просто отдельно, как png-файлы, и они грузятся на рантайме с диск. А? В код. В экшн-скрипте. Ну, опять же, как я говорил, то есть, тут достаточно все гибает. Ну, тоже во флеша 3, а в f9? Нет. Это уже кому как надо. То есть, кто на нас использует флеш-девелоп, кто-то... То есть, флантируете из ODE в SVF графику, а с ними работаете уже спустя флешку, да? Или SVC подключаете? Нет, то есть, поддержки SVC, к сожалению, нет. То есть, все. Короче говоря, работа с графикой происходит во флеш, IDE. Писать код можно кому-то, где удобно. Да, мы получаем доступ к этой графике, который сделаем FLA. Нет, ну, так же консерктивно. А после загрузки SVF, то есть, она не используется. Я не совсем понимаю. То есть, ну, вот как ты пишешь код там, тебе нужна формочка, у тебя есть кнопка, да? У кнопки есть айтишник, ты в коде, у тебя есть класс, классик, поэтому... То есть, у вас во флешной библиотеке есть и айтишники и интеграфики? А, ну да. Да. Извини, я не понял. То есть, мы во флаге рисуем накиды, там, бэкграунд формочки, по раскидывали контролы, всем дали какие-то айтишники, написали класс, в котором эти айтишники прописали как паблик переменные с нужным типом, ну и все, и дальше пишем код. То есть, по сути дела, обычная разработка под флеш, которая ничем не отличается от любого другого проекта. Ну, то есть, и по результатам работы мы все это отдаем, кладем скомпилированные свои файлы под клиент, и, ну, опять же, выделено красным цветом, то есть, мы еще пишем бетоновские скрипты какие-то, которые интегрируют нашу флешовую часть с самим дышком игры. Все, и после этого, как бы, можно сразу смотреть результаты. Ну, короче, в нашем случае плюс, как я уже сказал, да, плюс от того, что мы отказались от стандартного скиллформского подхода использовать такой свой кастомный, то, что у нас процесс чуть быстрее. Вопрос хороший. Проблема в том, что в случае, когда меняется action script, нужно перекомпилировать все свои файлы. То есть, у нас, ну, как бы, если какая-то логика, бизнес-логика будет лежать в action script, а бизнес-логика меняется достаточно часто, нам придется все пересобирать. Python, интерпретируемый язык, да, то есть, там поменял текст и все. Второй и третий девелопер, это не тот или нет? В нашем случае, в нашем случае, точнее, это один и тот же девелопер, ну, то есть, один и тот же отдел, то есть, наш отдел отвечает как за продюсинг, ну, за работу с флешем, так и написание клиентских GUI скриптов на Python. Ну, как бы, у нас, вот, работает семь человек, из них, там, два специализируются больше на написании Python-овского кода, кто-то специализируется на выставлении пиксель в пиксель, там, чего-то, а кто-то больше пишет action script. Ну, в общем, можно распределять, короче, для обязанностей. Ну, в принципе, хороший Python-разработчик, ему тоже проблем никакой не будет, если ему рассказать, как, что там, какое именование компонентов во флайле, он может написать в Python-овский код вообще без, ну, то есть, ему флешер для этого не нужен, по большому счету. То есть, ну, тут все достаточно гибко. Вот, значит, пойдем дальше. В комплект поставки Skillform входит компонентная библиотека, которая называется CLIP. Это набор компонентов легковесных, ну, кнопки, всякие скролл-бары, короче говоря, там, больше 15 каких-то компонентов, которые решают основные задачи, ну, при разработке интерфейсов. Какие плюсы у этой библиотеки? Она легковесная, то есть, ну, небольшие сами компоненты, там, не так много кода. Мне они напоминают такие, посаженные на диету FLEX компоненты, то есть, от FLEX там есть фазы инвалидации и, наверное, и все, больше FLEX там ничего нет. Ну, как бы удобно то, что какая, по крайней мере, что-то знакомство. Там не совсем, что, прям, велосипед какой-то, а достаточно быстро разбираешься с этим всем. То есть, базовый класс UI component, ну, я думаю, что он, наверное, плохо видно. Ну, в общем, от этого UI component наследуется целое дерево различных компонентов. И плюс там еще всяческие менеджеры и какие-то helper-классы, которые, ну, упрощают работу, то есть, там, popup-dispatcher и всякие, focus-менеджеры. Своя реализация тринов, но, как бы, не сильно она там новороченная, то есть, с тринами вот есть с экшенскриптовой частью проблема. Ну, в общем, она как бы легко решаемая. На самом деле, у нас такое правило, мы практически всю анимацию стараемся сделать в Afla-файле по двум причинам. Во-первых, это по перформансу лучше, а во-вторых, художник может взять, открыть флажку и, там, поменять характеристики анимации, как бы, опять же, без помощи разработчика. И это хороший момент. Вот. Разработкой этой библиотеки занимался такой человек, как Grand Skinner. Я думаю, что, ну, кто-то из вас знает это имя. То есть, это достаточно такой именитый во флэш комьюнити человек. То есть, и, в общем, есть реализация этой библиотеки, как для экшенскрипта второго, так и для третьего. А, ну, там есть различия, в общем, мы вот сейчас переходим на третью версию и видим, что, как бы, есть какие-то моменты. Ну, в общем, в зависимости от нужд проекта можно выбирать или вторую, или третью версию. И, собственно, не надо будет с нуля там что-то сделать, а есть нормальный базис, на котором уже можно дальше работать. Ну, все легко кастомизируемо, во флэ файле вы можете любой компонент заскинуть там. То есть, это все делается достаточно просто, опять же, никаких там проблем не возникает. Плюс, опять же, в том, что это могут делать художники без вмешательства программистов. Ну, и с точки зрения кода, опять же, то есть, у нас, наверное, не осталось ни одного базового класса компонентов скиллформовских, который мы используем напрямую, мы все перегрузили, какую-то свою логику дописали там. То есть, это все тоже легко делается и достаточно удобно. То есть, библиотека не засовывает вас в жесткие рамки. Пожалуйста, делай, что хочешь, как и все достаточно меняемо и просто. Можно сразу вопрос? Да. В компонентах, опять, вопросы видео, есть ли возможность поддержки флэшевого видео? Какие коды? Да, поддержка есть. Ну, я говорил, то есть, используется CRI кодек, то есть, видео должно быть с использованием этого кодека. Он, кстати, я забыл рассказать, да. То есть, он поддерживает альфа-каналы, множественные аудиодорожки, viewpoints, субтитры. Всем этим можно управлять так, как мы работаем со стандартным кодеком. Но мы это импортируем в библиотеку или это как-то отдельным флоум идет? Ну как, то есть, код пишется в любом файле, в любом классе, где это, собственно, нужно. Файл самого видео подкладывается в проект, где же клиент. Если честно, детали, как это там, то есть, как вы вводите это во флэше, я с видео не работаю. Не скажу, но я подозреваю, что там стандартный видеокомпонент кладется, но так как плеер у нас свой, то есть, он уже отвечает за то, что там, где лежит это окошко для любого видео, он начинает показывать, использовать свои инструменты. То есть, это не flv. Нет. Это внешний видеофайл, который, собственно, проигрывается уже на антаменте. Но управлять самим плейбэком можно из экшн скрипта, и, как я говорил, есть и поддержка пьюпоинтов. Те, кто работал с видео, найдут, опять же, и кому нужно с видео работать по рамкам скиллформа, найдут для себя знакомые инструменты, и можно, опять же, делать такие крутые штуки. Давайте дальше я про это расскажу. Значит, речь пойдет о этих пакетах. В общем, один из пакетов, собственно, это меню хит. В нем предложена реализация меню приложения, где показаны вообще все возможные вещи, которые в главном меню должны быть. То есть, это плавные переходы от одного скрина к другому, сплэш-скрины, загрузка игры, проигрывание видео, загрузка каких-то ассетов. Ну, то есть, различные вещи, которые могут быть, может быть, необходимо реализовывать в главном меню. И, собственно, там есть такой момент, что, когда проигрывается видео, выскакивает пользователю какие-то вопросы, в зависимости от ответа перескакивает видео на нужный кьюпоинт и проигрывается. Ну, то есть, короче говоря, потоком видео можно управлять и в зависимости от ситуации игры. Есть такие референс-проекты, где можно посмотреть, узнать, как правильно нужно делать, как это рекомендуют делать сами разработчики технологии. И второе, есть очень много документаций. То есть, есть и описание API для всех классов, как флэшовых, так и C++ с реализацией. В плане поддержки, конечно, все очень шикарно. Так, еще про киты, значит, лобби-кит. Ну, там, набор различных вещей, там, паладин-скрины, списки серверов, списки друзей. Короче, какие-то вещи такие, типа, более связанные уже не с главным меню приложения, а с решением каких-то частных задач в игре. И хардкит, вот он интересен тем, что тоже, то есть, он, основная задача подобных heads up дисплеев, они должны быть очень производительные и, как бы, минимально оттягивать ресурсы приложения при своей работе. И здесь демонстрируется такой метод, как Direct Access API. То есть, на следующем слайде, по-моему, этот раз. Да, про это будем говорить. То есть, какие есть возможности по коммуникации между флешаумом приложением и, собственно, самим клиентом. То есть, в самом начале, сейчас мы рассмотрим со стороны флеша клиента взаимодействия, использовался fs-command для отправки данных в клиент. В чем минусы? fs-command не возвращает значения. То есть, мы можем отправить только примитивные типы, то есть, только там два параметра он принимает. Первый параметр — это имя callback, ну, то есть, какой-то, короче, идентификационный стринг, чтобы по нему знать в клиенте, что нужно делать. Второй аргумент — это стринга с параметрами. То есть, надо там или JSON использовать, или что-то для того, чтобы передать несколько параметров, что очень неудобно. Короче говоря, очень быстро себя это решение изжило. Перешли на использование external interfaces. Тут уже более гибкая система получилась. То есть, можно передавать несколько аргументов. Но, опять же, это только примитивные типы. Но зато уже есть поддержка возврата значений из клиента. То есть, плюс еще skillform, опять же, предоставляет набор классов, которые вообще эту всю штуку упрощают. То есть, есть просто классы, которые статический метод — call. И ему передаешь, опять же, имя callback в клиенте, по которому, собственно, клиент знает, что конкретно делось. Набор аргументов. И тут же получаешь онлайн результат выполнения. А, нет. Я свяжу заблуждение. В случае external interface вызовы асинхронные. То есть, мы отдаем данные в клиент и подписываемся на какое-то событие с клиента, когда он возвращает данные. Вот так все работает. В общем, не очень удобно, но лучше, чем и хостом. И следующим шаром развития этого всего дела стало DirectAccess API. Ну, про взаимодействие C в фэкшнскрипт примерно все просто. То есть, можно сеттать, делать значения переменных и вызывать методы. Минус в том, что для того, чтобы это сделать, нужно указать стримбовый путь к переменам. Ну, то есть там root, точка, там, бла-бла-бла. Короче, чтобы выкопаться на какой-то property в какое-то окошко, которое где-то создано, а там надо убиться головой в стену. И проблема в том, что клиенту каждый раз приходится выщемливать по этому пути компонент, на что тратится процессорное влияние. В общем, неэффективная картинка. DirectAccess API все эти минусы устраняет. То есть, тут происходит что? Мы можем в C коде, ну, как бы в C коде это то, что дает возможность skill-form. У нас еще там более навороченная штука. То есть, наши клиентские программисты написали прослойку в C, которая позволяет нам использовать DirectAccess API в Python. То есть, что я могу сделать в Python? Я могу получить ссылку на display-объект или вообще на любой объект во флэше и держать эту ссылку у себя в Python. И, там, цепить туда значение, вызывать методы. Короче, обращаться с этим как с объектом родным Python. Но при этом это очень скриптовый объект. Также поддерживается передача display-объектов. Ну, то есть, для того, чтобы передать ссылку из флэша на какой-то display-объект в Python, я просто сам объект засовываю в метод. Оно там сериализуется. И, короче говоря, в бетоне я получаю реально ссылку на флэшовый объект в самом приложении. И также структуры данных, то есть массивы и объекты передаются. Единственное, что типизированные объекты при передаче инвертируются к объекту, то есть к хэшу обычному. Что, ну, как бы не сильно большая проблема. Вот, в общем, директ аксесса перешает все недостатки предыдущих решений и улучшает производительность. То есть, тут вообще убиваются все зайцы. И, как бы, вот HADS, 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 HADS. Ну да, пожалуйста. Понятно. Насколько оно улучшает, допустим, из Mac реализации, связанных с луа, HAD, fuii, там можно решать на пересылках со звуками. Думали тоже надо, чтобы минимизировали их количество. Вам думает это уже не надо. Куда-сюда гоняет эти объекты謝謝? Мы стараемся минимизировать количество объектов, которые мы по ссылке передаем в питон, но не использовать это мы не можем. А насколько улучшается производительность, мы не замеряли. По документации они обещают, что прирост достаточно значительный. Достигается это хотя бы тем, что при работе по этой методике нам надо передать огромный стринговый путь компонент во флэше. Каждый раз этот путь реализовывается для того, чтобы докопаться до компонента, что занимает время. А имея ссылку на этот компонент, мы уже как бы... Но тут приходится следить за тем, если компонент во флэше умрет, в питоне останется ссылка подвиснет на объект мертвый. То есть есть моменты, но как бы это все решаемо. Мы для этого в этом отделе работаем, чтобы писать код, который за этим следит. Но вообще, то есть работа стала намного известнее с DirectAccess API. И еще один очень прикольный момент, который мне больше нравится, есть возможность перезаписывать флэшовые методы питоновские или стишными. То есть я управляю переменную с типом функция у себя в классе. И при подключении DirectAccess API эта переменная заменяется реальным методом из питона. Когда я пишу во флэше объект точка имя функции, у меня происходит вызов питоновского метода, который мне тут же возвращает онлайн значение. Вообще космическая штука, с этим очень удобно работать. Локализация и работа со шрифтами. Тут, короче, я не буду вдаваться, съемка есть. В общем, суть заключается в том, что в зависимости от того, под какую локаль мы выпускаем клиент, у нас есть набор MO файлов. Это файлы, в которых, собственно, определены пары ключей и стринговых значений текста, которые надо вывести где-то в клиенте. То есть там есть куча этих MO файликов, они перегоняются экспортом в какой-то специфический формат. Для каждой локали набор этих файлов свой, то есть там русский язык, английский-английский, китайский и облик. Фонд config.xml описывает, какие из шрифтов из FontsAllSVF должны использоваться и как они будут именоваться. GFX FontsLip по этой конфигурации импортит в себя шрифты из FontsAllSVF и, короче, дальше эти шрифты уже импортируются, то есть отсюда они экспортируются в конкретную флешку. Плюс заключается в том, что когда мы что-то делаем в интерфейсе, выводим какие-то стринги, я не думаю о том, где это будет показываться в китайском клиенте или еще где-то. Я просто использую нужный ключ из файла локализации, а для конкретного клиента автоматически произойдет подставка нужных шрифтов и вместо констант нужных значений текстовых. То есть это просто работает. Плюс в том, что все работает и не нужно заморачиваться. По тестированию производительности и профилированию приложения в Skillform есть Analyzer for Memory and Performance, собственно, это Air-приложение, которое является клиентом, а в качестве сервера вступает любое Skillform приложение. То есть мы можем этим клиентам подключиться, забирать из серверного приложения информацию о выполнении. То есть там очень много, сколько процессорного времени затрачено, сколько на отрисовку графики ушло. В общем, куча графиков, куча какой-то информации по каждому из фреймов и можно, собственно, смотреть еще какой код, сколько выполнялся. В общем, профилировать... очень много возможностей. Мы, на самом деле, даже не используем, наверное, на процентов на 50 это все дело, потому что, опять же, огромный плюс Skillform, он отжирает очень мало от общей производительности самого клиента и памяти. Ну и, как я говорю, выводятся графики в реальном времени, есть статистика по каждому кадру, информация по подлогнению кода и можно переключать клиент в различные режимы отображения графики. То есть вот я вам показывал, где было видно, как на треугольнике разбиваются спрайты. То есть можно все приложение переключить в режим, когда оно показывает именно, как происходит процесс стиселяции. Можно переключить в режим, где показывается наложение шейпов, то есть отрисовка одного объекта поверх другого для удаления ситуации. Чтобы не рисовать какой-то элемент, если он спрятан под чем-то, мы можем с помощью этого режима увидеть, что что-то прорисовывается, когда этого можно не делать и можем принимать шаги для того, чтобы такую ситуацию разрешить. И есть еще режим, когда показываются как раз таки дроу-коллы, о которых говорили. То есть видно, сколько дроу-коллов нужно приложение для того, чтобы что-то отрисовать. И еще skillform занимается тем, что в принципе сам может определить, что какие-то спрайты используют одинаковые характеристики для отрисовки, он их сам автоматно собирает в патч, отрисовывает за один дроу-колл и очень хорошо. Я хотел спросить более подробно про рейдинг. То есть если надо оптимизировать задачи performance, то надо четко понимать, где тут грани. То есть тут речь о том, что есть векторная графика, но все рендерится на какую-то, где это связка, где хранится объект. То есть векторная графика в какой момент попадает на какую-то, а потом куда она попадает? Обратно в обычную среду или от какого напрямую разница? То есть встреча без stage что-нибудь, это альтернатива в stage что-нибудь? Да, это мало того, что альтернатива. То есть это middleware solution. Его задача в том, чтобы вообще абстрадировать разработчика от этих проблем. То есть используя вот этот tool, ты можешь увидеть, где у тебя там что-то отрисовывается. Вместо того, чтобы кучу объектиков собрать и за один патч отрисовывать, ты видишь, что эти объектики рисуются по отдельности. Тебе нужно там, видимо, ты где-то использовал какие-то drop shadow, фильтры на каком-то из этих объектов, поэтому он выносится в отдельный grow call. То есть напрямую управлять процессом ты не можешь. То есть ты не можешь сказать, что куда там перенаправлять, как что рисовать, но ты можешь там взять, посмотрев на работу приложения под профайлером, принять какие-то решения именно в дизайне флэш, реализации флэш, векторной графики, там мапов каких-то, что нужно поменять, короче, для того, чтобы работать так лучше. Ну все же на видеокарточке постоянно делается drop call. Drop call делаются какие-то уже растровые графики, либо там в формате видеокарточки с компрешной, либо нет компрешной, но изначально они у нас лежат в векторе его флэша. А когда у нас векторе его флэша, мы привыкли, что обычно это зависит от redraw region. Если нет перерисовки, то он не запрашивает заново эту графику. Как работает этот механизм? Есть ли как-то понять, он реагирует на redraw region или он постоянно делает скриншот? Вообще, при каждом кадре перерисовывается вообще вся сцена. То есть двойная нагрузка получается. Сначала он берет графику с флэша, перерисовка идет полностью, а потом это еще и то же самое. А я еще где-то флэширую, то есть уже отрисовал по любому. Да, есть возможность флэширования, то есть есть галтус кэш из bitmap property у display объектов, и собственно отрисовав их один раз из вектора в bitmap, все, они будут рисовать флэширования. Я знаю, плюс этой системы в том, что этим можно не заморачивать. Это решается, это делает сама технология за тебя. То есть, да, с одной стороны ты теряешь контроль и гибкость, ты не можешь какие-то вещи менять, но ты избавляешься от кучи головняка, как бы и в случае разработки большого проекта, где важно быстро получить результат, увидеть то, что нарисовали дизайнеры в игре, там, покликать и посмотреть. Это критически важно. Производительность, сам сферформ отвечает за то, что они тебе дают инструмент, который работает хорошо, производительно. Насколько ты грамотно им пользуешься, это уже твои проблемы как пользователя. Ну, конечно, можно сделать, чтобы подвесил машину. Да, можно. И здесь точно так, здесь можно сделать какие-то глупые вещи во флэше, которые будут сильно нагружать клиенту. Вот я говорил, да, то есть, у нас использовались маски в боевом интерфейсе, там, индикатор перезарядки, количество патронов в барабане. Ну, то есть, просто мы с помощью маски отрезали, там, те части дисплей объектов, которые нам не надо было показывать. Мы увидели, что это сильно бьет по производительности, когда там несколько танков у тебя на экране ездит еще, клиент начинает пить. Мы переделали это на заливку битмапом, там все сразу заработало хорошо. Ну, то есть, просто выбирая какой-то из способов работы с графикой во флэше в своем проекте, используя стандартные механизмы флэша, все. То есть, это то, что у тебя есть как разработчик. За все остальное отвечает Skillform, он это делает прозрачным для тебя. Что-то быстрее на то, что быстрее на Skillform? Ну, типа того, да. А это где-нибудь документировано? Да, есть, опять же, я говорил, есть много документов, то есть, есть документ, где написано best practices, то есть, там написано, допустим, что используют. Использование Timelines. Ну, допустим, вот, сам написано, то есть, прогрея, да? То есть, опять же, там есть как для флэш-разработчиков, так и для C++ разработчиков, то есть, я видимо, ну, то есть, я подхожу к оперению флэша-разработчиков, мне не надо. Здесь недра и что-то поместь, потому что есть отдельный отдел клиентского программирования. Skillform это не только там, для флэшеров, да? Это контролируемый процесс. То, что вы легко рисуете, там, в PC, это прокатит, например, на PS3 могут. Мы можем контролировать, мы можем им закатить, и плюс еще есть, мы используем первых. В этом помните, используйте скейп. Эта платформа портирует нативный сплейлист флэш-плеера. То есть, если я, допустим, взял небольшое приложение на флэше, то я могу через scaleform в приложении с использованием фиш 11 с stage 3D. Эти фиши? Видимо, нет. То есть, опять же, фишка в том, что это не встроенный куда-то флэш-плеер. Это своя реализация флэш-плеера. У них уже изначально, то есть, тебе не нужно никакой stage 3D, это уже является частью флэйра. Он сам занимается тем, что решает, какие шейдеры исполнения, то есть, я не могу точно сказать. Но, в общем, навряд ли оно заработает. А какая аналогичная версия флэш-плеера, которая является аналогом форм? Для проектов на втором скрипте мы ставим флэш-плеер 8. А на третьем? На третьем, по-моему, до десятых. То есть, то, что есть в одиннадцатом флэйре, то есть, поддержка stage 3D, видео за счет видеокарточек. То есть, это не актуально для скрип-формы. У них этот вопрос уже решен своими способами. Так, значит, пойдем дальше. Ну, немножко про историю развития интерфейса. В общем, вот это один из скринов, который мне удалось выпадать. Я не знаю, это реальный скрин из игры или это просто макап какой-то. То есть, это ранние этапы развития и, насколько я знаю, опять же, я работаю только год, проекту уже два года, разработка ведется, по-моему, больше трех лет. Изначально интерфейс сделали, используя питоновские библиотеки какие-то. И по тому, что ребята, которые работают давно, это было убийство и наказание вообще. То есть, работало все очень медленно, с этим было неудобно работать. Ну, короче, это было неиграбельно, неюзабельно и некрасиво. Со временем это все, как бы, силами дизайнеров приводилось в какой-то более-менее красивый и эстетически приятный вариант. Ну и, собственно, вот что это выявилось. Сейчас вот так выглядит интерфейс в игре. Ну и, собственно, все, что не 3D, все сделано с помощью skillform во флэше. Ну и, как бы, то есть, вот здесь вот low effect используется, здесь использование картинок в тексте, ну, короче, практически... Я так понимаю, интерфейс в игре, там, в игре, это 2D, да? Да. То есть, есть у вас какие-то реализации чему-нибудь? То есть, все в игре реализации? Ну, есть, но это только... А, что за танком выкрутить, например, на skillform? Что это такое? Нет-нет-нет, все, что трехмерная графика, вообще, это, ну, бегло. То есть, в интерфейсе ничего, даже в сервере такого, что... Единственный момент, где это используется, это в боевом интерфейсе, то есть, когда ты уже едешь на танке по любое, над каждым вражеским танком рисуется маркер. Сам маркер — это флэш-объект. Но он имеет координаты, ну, все три координаты, то есть, уже, как бы, это единственное место, где это используется. А вообще, то есть, опять же, в наборе примеров с skillform, там есть пример, где, ну, такой вот, очень похоже на какую-то, я не помню, как игра называется, но я это видел в играх, в крайней мере, ну, может быть, в прайзесе. Ну, в общем, там ты двигаешь мышкой, а интерфейс, он качается, и под разными углами... То есть, 3D-трансформацию он поддерживает. Да, да. То есть, 3D-трансформацию он поддерживает. И, как бы, это можно использовать, и это можно использовать в сочетании с выводом на трехмерные экраны на мобильном устройстве. То есть, вообще, как бы, очень круто. Вот. Про модуль. То есть, как я и говорил, да, та модель, которую выбрали мы, она позволяет игрокам брать из нашего клиента свой файл и декомпилировать, и, собственно, менять практически любую часть реализации. То есть, как, например, можно менять текстовые константы, да, обычно на любой кнопке написано в бой, вот, нагибать, это стандартная фраза, идешь в бой, говоришь, нагибать, что это сейчас. Здесь показана альтернативная реализация маркеров над танками. То есть, там, когда этот мод выпустили, маркеры над танками у нас были, вообще, достаточно простые. То есть, там, мало информации показывалось, людям это нравилось, они сделали свою реализацию, как бы, очень популярный мод. Даже до сих пор мы уже в самом клиенте, в своей версии, докрутили настройки маркеров, добавили. То есть, практически вся та информация выводится, но люди по привычке пользуются овертапными марками. И, в общем, как я и говорил, не осталось, практически, ни одной части интерфейса, для которой не было модов, что говорит о том, что людей, которые декомпилировать флешами много, они не сидят без дела, они все делают постоянно под каждую версию, они делают апдейт, в общем, люди этим увлеченно занимаются, и это, конечно, приятно. Вопрос, а вы контролируете как-то, верификацию проводите? Ваша ответка, не важно? Это на страх и риск, то есть, установка модов на свой клиент, на страх и риск пользователя, так как вся бизнес логика находится на сервере, то есть, все расчеты будут на сервере, нам не страшно, что эти сменения каким-то образом могут нам повредить. То есть, ничья не легально сделать на свой клиент? Ну, да, то есть, можно получить какое-то преимущество перед противником на поле боя, ну, то есть, допустим, есть мод, который позволяет делать зум, ну, очень далеко, то есть, в игре там можно удалиться на 10-15 метров, а есть мод, который позволяет смотреть чуть ли не с высоты птичьего полета, и видно, где кто едет, там, какой рельеф местности, то есть, это дает преимущество игроку, но в то же время он, как бы, ничего особо не нарушает. И мы, как бы, не предоставляем никакой документации, какие свф файлы, что делать, какие интерфейсы, то есть, ну, если человеку интересно разобраться, он разберется, и, как бы, как показывает практика, таких людей достаточно много. Вы предоставляете потому, что нет? Конечно нет, у нас, мы не можем себе позволить сделать документацию для того, чтобы, там, говорить, что хотите моды задать. А? Ну, я думаю, что да, если попросить себе сделать. Комиссии реально очень, очень такое, живое, и игроки очень активны. То есть, на форум, при выходе каждой новой версии у нас валится официальный сайт проекта, у нас валится форум, у нас все справляется с нагрузками, то есть, все принимается на ура. Вот. Значит, какие плюсы у форума? Это его высокая производительность, то есть, на всех платформах автодеск, ну, занимается тем, что улучшает с каждой версии выходящей, они добавляют какие-то улучшения производительности, какие-то новые фишки. Второй, самый большой для меня плюс, как для Flash-разработчика, это то, что, собственно, я использую свой скилл как Flash-разработчик, но при этом, как бы, участвую в разработке игры мирового уровня, о чем я не мог мечтать еще год назад, я даже не знал, что это можно делать. Простота внесения изменений и быстрой итерации, это очень тоже большой плюс. То есть, ну, это очень хорошо и для менеджмента, и вообще для разработки, то есть, у нас достаточно короткие итерации, мы знаем, художник нарисовал, он буквально через день может прийти, посмотреть, как это уже выглядит в живой игре, что-то не понравилось, подвигали. Этот процесс такой очень динамичный и быстрый. И отличная документация и поддержка от AppDesk, это, конечно, тоже большой плюс. То есть, вопросы решаются достаточно быстро. То есть, у нас были ситуации, когда мы находили какие-то баги в скверформе, там, в ActionScript 3 реализации, отправляли запрос со следующей версией скверформы, они эти проблемы фиксили, как бы, все, и достаточно просто. Из минусов, Flash IDE заточен под дизайнеров, и, как бы, одно из требований к разработчикам у нас, это то, что нужно писать и ActionScript код, и нужно уметь работать с графикой во Flash IDE, нужно, ну, как бы, уметь работать и в Photoshop, то есть, выполнять спектр деятельности, которую, ну, не всегда у всех есть, да, кто-то иногда, там, больше заточен под написание кода, здесь нужно быть чуть-чуть, как бы, еще и дизайнером, для того, чтобы эффективно работать, то есть, так как, основная часть работы вот по созданию интерфейсов, по приведению, там, пиксель в пиксель, чтобы попадать в дизайн, происходит во Flash IDE, ну, собственно, и поэтому им надо владеть хорошо. и в различные бэкграунд-разработчики, то есть, как Игорь, да, кто-то больше любит писать код, кто-то пришел, там, из Java бэкграунд, то есть, PHP, кто-то еще оттуда, то есть, найти людей, которые бы, ну, чтобы у них была общая концепция и понимание того, как надо писать, причем под скилл форму, то есть, есть ли какие-то нюансы, которые нужно знать для того, чтобы эффективно все делать, ну, тут приходится тратить время на то, чтобы человек, как бы, умеется и начал работать в нужном режиме. А больше из минусов, я даже ничего найти не могу. Достойкость к айфону плюс или минус? Это, наверное, больше минус, чем плюс, но я как раз вчера залазил, смотрел, то есть, для мобильной версии лицензии, правда, я не знал, что в эту лицензию входит, стоит 270 евро. А используя мобильную лицензию, а? Разработчик? Наверное, да. Ну, то есть, не знаю, я просто залез на стор, посмотрел, не читал, что конкретно в этот пакет входит, но из презентаций, которые я смотрел Autodesk с конференции в этом году, у них есть, то есть, они вообще хотят разработать такую возможность, чтобы, имея какой-то флеш-контент, то есть, есть игра, написанная на флеше, она просто заворачивается в scaleform-овский плеер и в виде дистрибутива нативного попадает в маркет, без проблем, ну, потому что насчет того, что это флеш, не флеш, ну, то есть, эти вопросы уже как бы решены давно, то есть, остается только реализовать такую возможность, и, собственно, любой, кто пишет флеш-игры, может использовать этот плеер для того, чтобы свою игру распространять через различные маркеты, буквально не с минимальными затратами. Я вот не совсем понял, а если я пишу игру на стартинге, я могу scaleform, куда использовать? проставить, если это экшн скрипт чистый, то есть вот, скорее всего, видимо, как бы, понимаешь? Да, но если я пишу вот все с использованием stage 3D, то stage 3D, скорее всего, не прокатится. Ну, то есть, опять же, мы не пробовали, я не знаю, на верх я не положу, как все это на верх. А на сколько трудоемкость, например, есть там C++, какой бы не было строить? Ну, опять же, я тут не скажу я. Что это стоит? Как интерфейсы привести? По запратам? Ну, то есть, создание интерфейсов самих во флеше, ну, не знаю, я знаю только часть работы именно со стороны флеша, разработчика. Опять же, Игорь, у вас есть? А если дизайнер вокруг, я не знаю, ватгейминга засунет никакой поддержкой? Если, я могу оставить координаты, вы можете написать письмо, я спрошу Игорь, то есть, я не могу ответить на этот вопрос, потому что просто это в рамках, не в рамках моей компетенции, я не знаю, честно. То есть, я этим не интересовался, и, соответственно, придумать сейчас что-то из головы. Ну, опять же, по заявлениям, по тому, что есть в документации скиллформа, они из коробки предоставляют интеграцию с игровыми движками, и что-то, что не может себе позволить, игру какую-то начал делать. По-моему, Big World только на вас работают, тогда они сами постраиваются. Скажу больше, мы его купили. Ну да. Может быть, есть какие-то проекты, которые еще стоят. То есть, опять же, вчера залазил, смотрел презентацию, там было отзывы людей из Microsoft, которые работают с Big World, и они говорят, что очень крутой движок. То есть, видимо, есть какие-то проекты, где Big World используется. Ну, как оказалось, наверное, самые активные пользователи и нам он очень сильно нужен будет. Вот так. Еще вопрос. Тоже говорится, что Scaleform инвестирует фрагменты на мобильную платформу. То есть, есть же Air тоже, который можно так же назвать. А чем стоит Scaleform лучше того же Air, на мобильную платформу? Так как я не проводил такого исследования, я сказать не могу, чем лучше, но потому, что я знаю про Air на мобильных приложениях, там есть проблемы с производительностью. То, что я видел, сделано, ну, на Scaleform, то есть, игра, там, такая, типа, стандартная, Tower Defense, то есть, ты выбираешь, где расположить башенки, валят какие-то роботы, расстреливаются. То есть, там много экшена, много эффектов, работает все на обычном iPhone, на андроидовском девайсе, ну, визуально, без лагов. Просто был вопрос про stage 3D. По сути, это не сами все реализуют через видеокарты. То есть, альтернативный способ использовать stage 3D, и потом это еще оборачивать в смел форум, и смысл, если это не есть. Да, я в этом самом начале говорил, что нет смысла, то есть, тут нет смысла использовать stage 3D, просто потому, что это уже встроено в сам плеер. Да, если мы остановились на десятом флешплеере, Adobe что-нибудь сделает еще, то есть, получается, мы ограничены на десятом флешплеере? Ну, да, тут есть поддержку, как бы, флешплеера, этим занимается скиллфорн, то есть, автодеск, они разрабатывают. Если они не добавят поддержку, они могут не добавлять поддержку, опять же, того же stage 3D, потому, что она им не нужна вообще, они могут, то есть, опять же, есть документ, в котором расписано каждый класс из фуршоба API, и список методов, и написано. Это реализовано, это реализовано частично, это вообще не реализовано, но зеленого, где все реализовано, там 99%. Ясно. Просто те же, например, WordPress появились, еще что-то там. Тут, опять же, с четвертой версии, то есть, с версии 4.1 скиллформа, с четвертой версии поддержки многопоточности, то есть, скиллформа приложения, то есть, опять же, ты пишешь экшн скрипт, ты рисуешь там графику во флеш, отдаешь это все в клиент, и в клиенте уже сам скиллформ заботится о том, чтобы выполнять это в различных потоках, ну, то есть, чтобы прорисовка графики пользовательского интерфейса не тормозила отрисовку графики. То есть, то, что мы думаем о флешах, это все думает о нас расстегло. Да. То есть, плюс этого решения в том, что оно избавляет, ну, как бы, по крайней мере, флеша от решения каких-то проблем, которые часто возникают. Не надо об этом успокоиться. Есть ли какие-то отличия доступного для реализации между скрипт 2 и синтекцией? Ну, сам синтекс из языка, то есть... Есть ли какие-то отличия, которые, допустим, были изначально реализовывали на скрипт 2? И, например, которые есть только скрипт 3, на скрипт 2, они не поддерживают. У нас есть скрипт 3? Вообще скрипт 4? Я думаю, что... Наверное, есть. Ну, то есть, во-первых, использование ивентов, да. То есть, во-вторых, ивентов нету, я использую ивенты на здоровье. Ну, опять же, то есть, я, если честно, сейчас сходу не могу ответить на этот вопрос. То есть, скорее всего, добавилось что-то новое. Вы уже делали оценку перехода на версии шинскрипт 3, от того, что у вас сейчас есть на трейсинге? Оценку не делали, потому что ее так по-хорошему даже и не сделаешь. Ну, надо все портировать, да. Какой объем, примерно? То есть, сколько человек? Объем большой, работник. То есть, у нас сейчас семь человек в отделе. Сейчас активно трое из этих семи человек занимаются подготовкой к переходу на экземскрипт. То есть, еще, ну, закладывается только как бы базис для этого, а работы там, ну, не паханая под. То есть, в цифрах это пока никак не брожалось, просто потому что это ну, и с пальцем в небо. Понятно. То есть, учитывая, что у вас на втором этапе у вас фактические сеграничения с которыми я работаю. Да, да. С третьим будет работать намного удобнее. Да, намного удобнее. Ну, то есть, сейчас мы даже готовим... То есть, мы сейчас разрабатываем фреймворк, который бы позволил более просто встраивать, переписывать те компоненты, которые есть, сразу подключая их через Direct Access API к питоновской части. В общем, какой-то набор вещей базовых. И мы уже, ну, намного удобнее. То есть, там, допустим, во Flash, когда работаешь, ну, во Flash девелок пишешь код, Flash-цент запускаешь для того, чтобы компилировать Flash-ку, а только на момент запуска компиляции я вижу, что где-то была там ошибка в ходе, да. Во Flash Builder это видно уже на момент написания до компиляции. То есть, в IntelliJ идея, можно попробовать. Я не пробовал, но, скорее всего, тоже были какие-то свои блюшки. Можно ли пополам, то есть, ну, часть модулей какие-нибудь перевести на второй, на третьем скрипте? Можно, но тут задача, ну, то есть, это можно сделать только в том случае, если Flash-ки второго скрипта не будут грузиться во Flash-ки третьего скрипта. То есть, если они как независимые, как бы, изолированные сущности будут загружаться в клиент, клиент их отрисует. Да. 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 Можно, но, как бы, мы решили такой подход не использовать. То есть, мы полностью с нуля переписываем клиента на третьем скрипте. Для того, чтобы, во-первых, тоже проблема, с которой мы столкнулись, это как раз про различных программ разработчиков. У нас проект на Flash-части работали и сишники, и какие-то тончики, кто только не работал. То есть, и код такой разношерстный, и, как бы, очень много места, где хотелось бы его привести в порядок. То есть, по этой причине мы переписываем все с нуля, чтобы уже не сталкиваться. Ну, то есть, реально, очень много места, где смотришь и волнуешь. А, да. В самолетах уже идёт работа над UI, там пишут на третьем скрипте. Корабли пока в плейфазе, насколько я понимаю, где даже пользуются. То есть, там сразу попадаешь в бой, где плывёт корабль, и делаешь, что хочешь. А если ты проводили переход на третьем скрипте, в производительном скрипте? Ну, мы сами не проводили. Мы полностью полагаемся над то, что пишет Autodesk. Ну, у нас нет предпосылок им не доверять, потому что на протяжении того времени, что мы используем скрипте, все счастливы и довольны. И тем, как они решают возникшие проблемы, и тем, что они исполняют те решения, которые дают. То есть, и они говорят, что... Ну, то есть, во-первых, они добавили поддержку многопоточности, это уже сразу хороший рост производительности, и решение каких-то проблем. Я уверен, что... Ну, то есть, опять же, в документации, в релиз notes, у них написано, что там переход на треть... Точнее, action script 3 там дает такой-то прирост производительности. Ну, мы можем это проверить, но мы потратили службы для того, чтобы подтвердить то, что они написали. Это как бы не имеет смысла, мы деньги выплатили за то, чтобы пользоваться. А? Ну, как? Я не помню, честно скажу, не помню. Ну, не знаю, в общем, не буду играть. Да. Еще про Skylform. Первое. Тот же, когда мы делаем мобильное приложение, мы используем для работы именно с самой системой, она различная. Как она к этому относится, Skylform? То есть, я работаю внутри своего плешка, с какой-то соображением работать вообще не могу общаться? Вот тут, скорее всего, наверное, будет, ну, должна быть поддержка одиннадцатой версии Power, потому что у них есть поддержка мультитача, у них есть поддержка, ну, каких-то вещей, которые специфически для устройства, да? То есть, или на уровне каких-то ивентов системных, то есть, может сам Skylform будет диспатчить какие-то ивенты... То есть, сам Skylform может применять какие-то сообщения с самой системой. Да, да, конечно. Уход в слипмод, ориентация, да, это, я не знаю, опять же, там каждый пакет, он платный, да, мы не покупали мобильную версию. То есть, у меня нет в ней доступа, я ее не качал, демонстрационную, я не могу, сколько там сделано, но, опять же, то, что я видел, оно реагирует на изменение ориентации экрана, на уход в слипмод, то есть, ну, без этого смысла нет делать что-то на мобильное приложение, ну, на мобильный рынок. Ну, все, наверное, да, то есть, вопросов уже было много, есть еще какие-то есть, задавайте, ну, били, я могу оставить как бы. А если все мира, то весь мир танков построен из двух частей, да, 3D-жевизжок и сфереотворд. Нет, не перелом. Частей больше, есть еще серверная, а, UI-ная часть, ну, да, то есть, а разрыв решили с пылицем, мы отойдем уже. Big World, Big World, да, это спутонный, то есть, обозналы. Ну, не знаю, да, Ну, все, спасибо. Спасибо. Спасибо.